МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здраво! Основатель компании SpaceX и мистер марсианский колонизатор Илон Маск назвал искусственный интеллект самым большим риском, с которым столкнётся человечество. Молокатастрофы, аварии, некачественные продукты и лекарства. Это так, семечки в сравнении с искусственным интеллектом. Ты должен любить всех людей. Эй, Бендер, проснись. Мне приснился прекрасный сон. И ты там был. Владимир Путин же на встрече со школьниками в Ярославле рассказывал им про дронов. Говорит, войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной страны будут уничтожены беспилотниками другой страны. И вообще, мол, за искусственным интеллектом будущее. Кто станет лидером в этой сфере, тот и станет властелином мира. Короче, кто первый встал того этапки. Маск откликнулся. Китай, Россия. Скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в сфере искусственного интеллекта вероятно станет причиной Третьей мировой войны. В конце августа он вообще собрал группу из 116 экспертов в области искусственного интеллекта, где ребята написали письмо ООН с требованием запретить разработку использования смертоносного автономного оружия. Пользователи сети отмечают, мол, у товарища Маска паранойя. Хотя и паранойя, это не значит, что не происходит ничего странного. Впрочем, добросердечные россияне в Твиттере успокаивают с тревожного миллиардера. Илон, таран испугался. В России до сих пор в поездах туалет с дыркой в полу. До искусственного интеллекта далеко. Илон Маск собирается колонизировать Марс, ученые создают нано-роботов, уничтожающих рак, а в томский торжественно открывает водяную колонку. Покажите Илону Маску робота на квадроцикле, а то он там слишком размечтался о возможностях России по созданию искусственного интеллекта. Я не верю. Это лишь набор шестеренок и лампочек. Если бы Илон только знал о реальном состоянии искусственного интеллекта в России. Страх перед отечественным ИИ лежит в каждом россиянине буквально с детства. Бегите. До скорых встреч.